Здравствуйте дорогие друзья, это первый выпуск, анонсированный мною где-то месяц назад рубрики вопрос-ответ, в которой соответственно я буду давать ответы на ваши вопросы, которые вы писали в группе ВКонтакте. Там я создал пост под названием новая рубрика вопрос-ответ и накопилось некое количество вопросов, на которые уже стоит ответить. Это первый повод, то есть появились вопросы. Второй повод нас на канале стало уже больше тысячи, то есть больше тысячи человек интересуется темой автосвета, темой качественного автосвета. То есть мне это очень нравится в плане того, что вот эта информация, которую я даю, значит она действительно кому-то нужна, кому-то интересна. Это побуждает меня делать новые тесты, новые сюжеты и поэтому я решил, что в пятницу вечером самое лучшее, что я могу сделать для вас, ну и для себя тоже, это снять данную рубрику. Ну давайте, наверное, начнем непосредственно к вопросам, может быть там в ходе еще что-то обсудим, но пока вот начнем отвечать на те вопросы, которые были заданы. Их не так много, но тем не менее стоит этого сделать. Итак, первый вопрос. Максим Острянский спрашивает, стоит ли использовать на фарах пленки? Купил новые ПТФ, наклеил на них сразу же Аракал 8300, желтый. Яркость, конечно, упала, но зато и свет желтый. И защита стекла какая-никакая появилась. А теперь вот задумался, заклеить основные фары прозрачной пленкой, стоит ли это делать? Отвечаю. Отвечаю, значит, стоит ли использовать на фарах пленки? Клеил я себе на машину пленку, я себе клеил обычную пленку, еще не специализированную, не специальную для того, чтобы для бронирования, а просто обычную. Результат, конечно, сразу падает светоотдача, то есть я мерил до и после, да. Хоть она и пленка, кажется, что она прозрачная, нет, на самом деле свет она снижает. И где-то через месяц-два я ее снял. Нет, наверное, не через два, побольше все-таки. В чем суть? Стала она мутнеть. Стала она активно мутнеть очень. И там ситуация такая, у меня было две новые купленные фары, я их поменял на машине. На одну в плане эксперимента поставил пленку, а на вторую, соответственно, ничего не стал делать. И через какое-то время, вот я заметил, что фара, на которой была наклеена пленка, она становилась все мутнее, 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 мутнее. И через какое-то время я просто эту пленку снял, потому что понял, что полиграфические пленки для этого не предназначены, у них нет нужной твердости и никакого толка использовать ее нет. То есть, обычных фар при, ну, обычной езде, там хватит на 3-4-5 лет. Если только у вас не каждодневные поездки по трассе. Вот если по трассе ездить, то там, конечно, больше толка в использовании именно пленок. Ну, а так, если машина новая, и вы хотите вот идеально сохранить состояние фар и наклеить вот именно специализированную пленку, то почему нет, да. Тут, скорее, я бы лично для себя бы сделал, да. На машину, которая поездила 3-4-5 лет, не делал бы, потому что там уже от песка строилось, и делать еще свет чуть хуже, ну, нет смысла. Вот. А новая машина, и на которой вы хотите там проездить 4-5-6 лет и продать ее как в идеальном состоянии, то есть, если вы так аккуратно эксплуатируете, то да. Либо поездки по трассе. Там тоже это имеет смысл. Повторюсь, с покупкой бушной машины ничего такого я бы не стал делать, потому что, ну, сколько вам на ней ездить там? Кому-то год-два, и вообще, ну, смысла клеить просто нет. Вот. Вот. Ну, надеюсь, на этот вопрос ответил. Но, именно, повторюсь, да, специализированные пленки, они, вот только они, все остальное, больше минусов. Больше минусов, честно. Так, ну, давайте дальше. Так, Семен Корягин спрашивает. Андрей, интересно от вас услышать за фары H4, так как на них нет линз. И в чем отличие света в таких фарах от линзованных? И часто при замене фар ставят китайские неоригинальные, как это влияет на свет? Интересно от вас услышать за фарой H4, так как на них нет линз. Ну, на фарах H4, лампы H4, там нет линз. Но туда можно поставить линзы. Так, в чем отличие света в таких фарах от линзованных? Ну, в чем отличие в фарах H4? В чем отличие от линзованных? То, что, да нет на самом деле больших отличий в плане того, что и там, и там отражатель есть. Он и в линзованной фаре отражатель есть, и в нелинзованной. В линзованной фаре он просто гораздо меньше, а в нелинзованной, соответственно, гораздо больше. В линзах, в линзованной оптике, ну ладно, по памяти объясню, надеюсь поймете. Там тоже стоит отражатель, но там еще стоит шторка, которая как раз тоже заслоняет половину светового потока. Просто отсекает. За счет вот этого, вот как раз профиля вот этой шторки мы видим вот эту четкую границу, вот именно на линзованной оптике. Только именно из-за того, что там, по сути дела, тоже перекрывается свет. Поэтому к вопросу, вот меня часто спрашивали, говорят, а что лучше? Допустим, на десятку. Там есть фары рефлекторные и есть линзованные. Какие выбрать? Ярче будут светить, конечно же, рефлекторные. У них потому, что весь отражатель работает. Линзованные будут светить всегда слабее. Они будут светить слабее, но у них вот эта граница, ослеплять встречных, они будут, естественно, меньше. Вот, ну, надеюсь, как бы рассказал. Надеюсь, понятно, что это, собственно, то же самое, только там перекрывается именно шторкой специальной. Вот, формируется не отражателем, а именно специальной шторкой, которая, по сути дела, загораживает половину светового потока. Но убрать ее нельзя, иначе это получится некий такой прожектор, который невозможно будет отрегулировать. Вот, ну, давайте к следующему вопросу. Так, группа-то моя куда-то уехала. Так, сейчас мы ее найдем. Секунду, секунду, секунду. Так, вот она. Все. Так, Николай Сидоров спрашивает. Какие биксеноновые линзы стоит выбрать, какие нет? Размер фары это как бы не затрагиваем, так как по умолчанию имеем в виду качество самих линз. Galaxy там или просто Китай без названия, Hello, Valio, Koita, это, конечно, вне сомнений, а как из того, что не в такую цену, как последний. Так, так. Кибиксеноновые линзы стоит выбрать, какие нет. Размер фары, так, 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 так. Так, какие биксеноновые линзы стоит выбрать? Какие выбрать? Сейчас линз биксеноновых море. И все они светят по-разному, вообще все. Причем настолько сильно может отличаться они, что я даже, сколько я вот с ними так имел дело, они, да, они очень сильно отличаются. Но я, честно, я не мониторю ситуацию по линзам в данный момент. Почему? Потому что это надо реально провести тест, чтобы вот здесь и сейчас все это собрать с одной лампой. Скажу только вот мои такие наблюдения. Чем больше диаметр линзы, тем больше у нее отражатель. А чем больше у нее отражатель, тем будет лучше она светить. Поэтому, если есть возможность выбрать линзу большим диаметром, лучше ее выбрать. Она светить будет однозначно больше. Это как ксенон поставить в какую-нибудь там, я не знаю, фара 200-го крузака, вот с таким отражательным. Или поставить в какую-нибудь старенькую там Mazda 6, у которой там вот такая маленькая линзочка. Или старенькие такие были смешные фары на Opel Vectra, Vectra B. Там ксенон был, там в машинах, по-моему, до 2001 года. Такой первый вариант у них ксенон, у них была огромная большая фара, и там стояла такая небольшая линзочка. Вот, если есть возможность, выбирайте больше. Если хотите вообще информации там еще больше на эту тему почитать, послушать, посмотреть, посоветую ребят. Сайт у них называется, по-моему, Galogenu.net. Они по линзам так очень плотно сидят, плотно работают, плотно вот этим занимаются. Честно, вот сейчас врать, там говорить, что это лучше, это хуже, не хочется. И лучше я тогда уж тест провежду, чтобы об этом говорить предметно. Но то, что я тестил разные линзы, и разница там в два, в два с лишним раза, может быть, по яркости, зависит от самих линз. Это действительно есть, разница действительно есть. И достаточно большая. Я все забываю, вот здесь вот у меня рядом этот монитор, я начинаю смотреть в монитор, хотя вроде как надо смотреть в камеру. Ребят, надо его закрыть, ну или просто привыкнуть. Вот, поэтому лучше вот к этим ребятам по линзам узнать. А меня эта тема тоже интересует, я понимаю, что это довольно востребованная вещь. Поэтому вот после того, как я разберусь с основными лампами, я постараюсь подумать, как бы протестить мне линзы. Как бы протестить, тем более, вроде как оборудование есть, и можно это, в общем-то, сделать. Поэтому нет возможности ждать, спросите у ребят с этого сайта, про который я сказал. Есть возможность подождить, правда не знаю, не буду обещать, когда конкретно. Вот, пойдемте дальше. Так, Владислав Чупреев, вот, молодец, много мы с ним общаемся. Он человек очень такой любопытный, и нам там есть о чем с ним поговорить. Ну вот, вопрос задают. Ну, раз было видео, какие светодиодные лампочки не стоит брать, вопрос, какие стоит брать. И как дела с ДХО? Орлиный глаз. Так, да, видео было, какие лампы не стоит брать. Тоже думал, как бы, как его сделать, вот этот, то есть, ну, решил, что надо сделать, какие не стоит брать, чем какие стоит брать. Почему? Потому что, какие стоит брать, я не нашел еще сам. Я их не видел, и уверен, практически на 100%. Ну, не буду же говорить на 100%, ладно, на 99%, что их еще и не сделали. Что вот эти все рекламные, блин, разговоры там, наши там светят, столько-то. И вот эти люмины там, и ярче, это все, ребят. Боюсь, что это все туфта, честно. Почему опять же видео-то это сделал? Потому что сейчас какая-то идет истерия по поводу светодиодных ламп, на самом деле. Я понимаю, все соскучились, всем уже и галогенки эти надоели уже, как бы, блин, там 30-40 лет уже они стоят, и всем надоели, да. И ксенон уже все себе поставили, и уже сняли, кто хотел. Большинство-то пока имею. И все хотят светодиоды, они уже вроде вокруг нас, там в габаритах, уже в топ-сигналах, там везде. В освещении они есть, вон витрины тоже сделал светодиодной подсветкой. Ну, в общем, все по ним соскучились, по ним соскучились все, но их пока нет. Их пока нет, причем для меня сейчас вот этот вопрос со светодиодными лампами, на самом деле, он все больше и больше именно становится актуальным. Потому что я понимаю, сколько недостоверной информации в этом вопросе, не меньше, чем про лампы IPF и кой-то. А в разы больше. Только сумма покупки это не тысяча, две тысячи рублей, а это три, четыре, пять, шесть, восемь. И забавно читать комментарии там на драйве тех, кто поставил, говорят, да, там светит, светит не хуже, светит ярко. И у них как бы такие фотографии, там вот смотришь, у них вот было, стало. И вот я поэтому забавно, ну реально забавно на все это смотреть. Поэтому я беру прибор, ставлю в него галогенку, беру эту диодную лампочку, ставлю туда же, все это меряю. Ну вот вам выкладываю, тоже показываю, потому что я понимаю, нет, я прекрасно понимаю, блин, кому надо продать, он скажет, что это супер, супер. Но вопрос пока в том, что всем хочется, но никто ничего не привез толкового, я пока не увидел. Причем некоторые, некоторые ребята, которых я очень сильно прошу лампы, очень сильно прошу, даже говорю, что я у вас их куплю, ребята. Они говорят, у нас их нет, у нас их нет, мы их продаем, но у нас их, блядь, нет, мы не можем тебе их дать. Интересно, почему. Вот. Поэтому я там постил, или постил, постил, наверное, в группе фотографию лампы светодиодной Philips. Вот она, как бы, да, она меня заинтересовала, что она по виду хотя бы должна примерно соответствовать тому, как должна выглядеть лампа. Ну, вообще, по сути дела, вот эта лампа, светодиодная на месте галогеновой лампы, это туфта, конечно, в плане того, что там слишком много проблем, которых надо решить, чтобы вот запихать. Впихнуть не впихуемое, как я выразился. Вот. Слишком много проблем, чтобы вот эту лампу, из нее сделать светодиодную, такую же, чтобы она вот работала. Потому что основная проблема, что я вот сейчас вижу, диод какой-то такой стоит, то есть там по площади, вы посмотрите, размеры спирали, то есть она вытянутая, она узенькая, то есть там миллиметр и по длине, ну, здесь, в частности, там, наверное, миллиметра четыре, здесь миллиметра три. А диоды диодные, это делают вот такая вот, блямба там стоит, она, то есть, ну, по сути дела, вы возьмите просто, вот, скривите свою лампочку, у вас там свет пойдет, вы или будете слепить, или у вас вниз свет, вверх пойдет, да, там, часть у вас попадет, конечно, на место спирали, в эту точку фокуса, но это будет процентов 20, остальные там процентов 80, будет, все вокруг там всех слепить, и у вас КПД, вот этой диодные лампы будет вообще ничтожно мало, поэтому пока не вижу ламп, кроме вот тех, которые я показывал в группе нашей, вот, там цена их, конечно, такая космическая, мягко говоря, но для американского рынка пойдет, они побогаче, и у них, зайдет, и вот H4 на самом деле, это самая грамотная лампа светодиодная, это, наверное, первая лампа, которая будет соответствовать, хотя бы светить, то есть, будет не хуже, чем галогеновая лампа, почему, потому что, вот опять же, вот этот момент, что спираль ближнего света закрыта вот этой тарелкой, то есть, чтобы свет не светил вниз, не попадал вниз, на нижней части отражателя, то есть, здесь, да, здесь действительно напрашивается такая, как бы схема, что мы ставим диод, который светит сам по себе вверх, и нам вот эту нижнюю сферу вообще не надо освещать, ну, в плане, я сейчас только касаемо ближнего света, говорю, там, с дальним, понятно, что тоже проблемы будут, ну, то есть, здесь можно реально сделать диод, который будет светить только вверх, и, в общем-то, это будет гораздо лучше, чем, допустим, ставить диоды, пытаться делать диодные лампы H7, от которых свет должен идти в разные стороны, абсолютно, и ставить сюда, и сюда, там, диод, два диода, ну, они будут, конечно, какие-то сектора освещать, а большинство-то отражателя, вот это, большее количество, оно не будет освещено на достаточном уровне, вот и получается, что по люминам, вроде как бы, у нас там есть некие показания, чем, собственно, сейчас все хвастаются, написали там, наверное, количество люминов, ну, китайцы там написали, конечно, не наши же пишут, но при продаже используют, а по факту, вот это, когда установлено в обычную лампочку, в обычную фару, где лампа должна светить во все стороны, абсолютно во все, а там светит два диода, и там работает только малая часть отражателя, вот, поэтому, возвращаясь к вопросу о лампах, которые стоит покупать, их нет, их нет, вот Philips, да, Philips сделал правильную штуку, грамотную штуку, у него три маленьких там диодика, они стоят не как вот у всех квадратиком, они стоят друг за другом, повторяя форму спирали, то есть очень грамотно, при таком подходе не надо там делать большой диод мощный, который будет только слепить, там часть, вот, а именно диоды послабее, несколько штук, и именно в положении спирали сделать, то есть один, второй, третий, там, ну, друг за другом, они как у нас делают, большую площадь, и все, вот, поэтому, нет, не торопитесь, я вот буду пробивать этот вопрос, как только могу, как только могу, я буду этими диодными лампами, я их буду доставать просто из-под земли, просто из-под земли буду доставать, потому что мне хочется внести ясность, на этом вообще рынке, мне хочется внести ясность, чтобы люди не тратили, это не 500, не 1000 рублей потратить, это реальные деньги, достаточно большие, за ничто, в данный момент, поэтому, ребят, у кого что-то есть реальное, кто смотрит, вы это, или ссылку мне скиньте, или пришлите, очень интересно, очень интересно, вот, ребят, у кого будет светить, вот вы переживаете, блин, вы переживаете, вы мне не хотите прислать, ребят, у кого будет светить, вы представляете, вот сейчас там тысяча уже с лишним, а потом на канале будет больше народа, ну, мы все посмотрим, порадуемся, и все станем очередь за ними. Давайте дальше. Так, ДХО Орлиный глаз. ДХО Орлиный глаз, ну, такие интересные и ДХО, да, они там врезаются, но по ним тоже, как бы, тестов не делал, так, у себя тут пару-тройку раз ставили, но сказать там таких каких-то плюсов-минусов, ну, смотрите, чтобы более-менее качественная вещь была, потому что смотришь иногда некоторые ДХО, там, у них диодики слабенькие стоят, они просто потом перегорают, там, люди ездят, моргают, и нет. Вообще, по теме диодов, пожалуй, я сделаю, может быть, такое теоретическое, потому что некое такое видео, потому что, ну, есть у меня, как бы, примеры, но тест сделать, ну, просто объясню, какие лучше покупать, какие лучше не покупать. Вот, ну, по поводу Орлиный глаз, да, интересно, как бы, такая вещь, там, его, как парктроники, я так понимаю, всверлил и, в общем-то, забыл. Да, почему нет, если вид там машины позволяет поставить, я только за, сейчас вообще за ходовые огни, вот, нет ничего глупее, вот эти фары свои полить с утра до вечера, потом удивляться, что они не светят, потом туда ставить 100-ваттный ксенон, 100-ваттный, кстати, есть, вот, тут мне еще комментарии тоже люди написали, что, что ты, когда я делал видео, сюжет по, по, а, какой ксенон лучше, 35 ватт или 50? Ну, что там, ошибка там, ребята, которые, как бы, вообще не заморачиваются, они ставят 50 ватт с лишним, хотя, как бы, производители, они, что, они, они, наоборот, сейчас 25 ватт уже стандарт, то есть, они уже уменьшают с 35 до 25, если фара там не убитая, то, ну, нет смысла ставить ксенон повышенной мощности, вот мне человек сказал 100-ваттный ксенон, у него 3-4 месяца служит лампа, представляете? Это было, агент ксенон уже дольше. Ну, это, как бы, я считаю, не совсем это правильно, никогда с этим не соглашусь, что 50-ваттный, там, 100-ваттный ксенон, это, как бы, круто, и это хорошо, и этим стоит гордиться. Это, вы, как говорится, боретесь со следствием, у вас свет плохой, вам бы там или фар купить, или что, а вы туда давайте, еще, еще туда всадим. У нас отражатель уже подвыгорел, давай еще туда всадим, пусть еще он быстрее начнет угорать. Вот, ну, ладно, каждый, как говорится, делает, что хочет. Давайте дальше. Так, Сергей Горелкин спрашивает, кто лампы такие ставил? H7, General Electric, Sport Light. Ну, кто такие ставил? Видимо, он у всех спрашивал, ему, соответственно, никто не ответил, потому что эта рубрика касается, видимо, меня. Хотя могли, ребята, в принципе, написать, ну, ладно. Я не ставил, Сергей, я не ставил, скажу честно, я посмотрел про эти лампы, они, General Electric, они, в общем-то, от обычных, вот этих плюсовых, отличаются тем, что там немножко покрашено стекло, то есть свет будет более белый. Подозревая, что лампа совсем неплохая, подозревая, что она совсем неплохая, наверное, вот у меня мысль тоже уже давно родилась, я как бы там некую, в некий такой план поставил, сделать сюжет по лампам, которые под ксенон. То есть, ну, все же все равно хотят там более белый свет, и я поэтому хочу как бы внести тоже ясность вот в этот вопрос, все-таки, что людям посоветовать? Там есть лампа достойная очень, Cool Blue Intense, Осром. Очень она мне нравится, вот буквально сегодня опять же тоже человеку ставили, у него там новые фары, и эти лампы, и реально свет очень белый, и он, в чем суть, он не слабее. Вот основная же проблема вот этих ламп, синюшных, как я их называю, они, блин, реально светят, ну, вот какой-то, вы все видели там, кто смотрел тест, ну, все, все довольно-таки плохо, сколько бы это не стоило, и сколько бы иероглифов на этом не было написано, и где бы они не были сделаны, там, в Японии, не в Японии, где угодно, это все светит они плохо. Вот, поэтому сделаю я сюжет по этим лампам непосредственно, вот именно под ксенон, то есть, что же выбрать, что бы выбрал я, скажем так, вот мне Cool Blue Intense, вот нравится, вот она мне нравится, с позиции, что я не проигрываю свете, и получаю более белый свет, вот, но мне хочется еще, как бы там побольше взять, и тоже посмотреть, и в итоге все с цифрами, естественно, вам показать, то есть, что к чему, вот, но эта лампа должна быть очень неплохой, на самом деле, эта лампа заслуживает интереса, и мне она, на самом деле, интересна, попрошу ее когда-нибудь на тест, вот, после там лампы H11, вот, кстати, они уже едут, то есть, ребята из автолампы.ру, они, мне тут уже посылка едет, по сути дела, так что в ближайшее время сделаю. Давайте дальше. Так, вот, Владислав Чупреев опять, Андрей, хотелось бы услышать пару слов о ДХО, какие хотя бы не стоит брать, на что обращать внимание, буду признателен. Так, блин, пообещал ведь сюжет сделать, а сейчас буду рассказывать. Ну, хорошо, ответы на вопросы, отвечу я и на этот вопрос, но не сейчас, а в сюжете. Сейчас просто, блин, что время терять там, ну, реально, за пять минут не хочу рассказывать, хочу прямо вот, чтобы была некая ясность после каждого сюжета, а не так там, прорекламировал что-нибудь и все. Так, поэтому с ДХО чуть-чуть подождем. Так, Илья Александров, так, 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 сейчас я прочитаю, так, скажите, пожалуйста, есть авто с заводскими галогеновыми линзами, в них установил ксенон, по специальным приборам все отрегулировал, молодец, появилась четкая СТГ, с этой теневая границей, но выше нее есть какие-то засветки, и смотря на линзы метров с десяти, видно, как они излучают паразитные лучики. Вопрос, можно ли как-то отрегулировать, чтобы не давал таких паразитных засветок, и как ГАИ относится к этому незаводскому ксенону, но с линзами. Ну, Илья, мы с тобой вроде на эту тему там пообщались уже, я думаю, что ты там получил ответ, там фотографии мы там обсудили, ну, вкратце, да, у тебя на линзе там действительно вот эти, на фаре, ну, то есть, после установки ксенона есть некие, видно, что светотеневая граница, то есть, освещено все, да, и такие там сверху там некие такие мечи, 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 наверное, или мечи, джедаев пересекаются, ну, да, это паразитная такая засветка, но, судя по фотографиям, которые ты представил, там и на галогеновых лампах она есть, и это банально конструкция фары, и, видимо, инженерам как бы пофиг, что туда немного уйдет в космическое пространство, в галактику, там, в туманность Адромеды, немного света, посчитали, что на дороге достаточно, туда немного пусть, по-моему, это Шкода была, ну, живи и радуйся, и езди, раз уж они на галогене есть, значит, они будут и на ксеноне, ничего с этим не сделаешь. Дальше. Вопрос, можно ли как-то отрегулировать? Нет, нельзя, такая именно конструкция фары. Так, как ГАИ относится к этому незаводскому ксенону? Ну, как оно относится? Как оно относится к нему? Оно его, оно очень любит, оно очень любит, я так вот послушал некоторые рассказы, особенно вот в пятницу вечером, оно любит этот ксенон, когда человек с ним едет, с ним можно поговорить, с ним можно обсудить различные вопросы, сделать человеку замечание, поэтому ксенон нештатный, это способствует таким разговорам, способствует, особенно если сказать нечего, если у вас нету четкого плана действий, что надо говорить сотруднику, как с ним разговаривать в плане вот этой ситуации, вы, если не подкованы, то общение будет очень интересно, взаимовыгодно. Так, не, ну, что-то просто сказать, ну, нельзя его ставить, да, за это штрафуют, несение изменений в конструкции, ну, ребят, вы же все это знаете, вы же все это знаете, и там даже доходит до того, что туда поставишь ксенон, ну, кто-то там маркировочки делает, якобы у меня можно, кто-то омыватель ставит, по-моему, еще с этим надо кучу собрать бумажек, чуть ли там не сертификацию автомобиля проводить, поэтому мой совет, если не хотите таких геморроев, либо изучайте, как надо общаться с сотрудниками, либо купите, там, найтбрекер или какие-нибудь пульсовые лампы, вот, пам-пам-пам, так, фотографии вот здесь, фотографии, фотографии, так, вот эта всякая засветка, которую мы тут разговаривали, вот, массив динамик спрашивает, вот лаконично, лаконично, молодец, будут ли в будущем замеры на световую температуру ламп, будут ли в будущем замеры, я не знаю, это же будущее, ну, мерить ее, как бы, мне, ну, померю, я там скажу вам, куплю что-нибудь там такое, скажу, что лампа цветовой температурой 4300 кельдинов светит световой температурой 4120, ну, ничего, ну, поэтому не буду делать, пока, лучше тут, полно, полно работы, вон там все эти лампы, все это надо перебрать, поэтому, когда-нибудь в будущем, возможно, важно, ну, нет, не сейчас, так, а вот, кстати, все, тут мой пост по поводу сбора ламп на тест H7, собственно, это был последний вопрос, вот, ну, поскольку это был последний вопрос, можно сказать, что пятница началась и для меня, поэтому, давайте сделаем так, вот, теперь в группе мы там ничего не будем писать, а под этим сюжетом пишите вопросы, думаю, что их будет не так много, на самом деле, но постараюсь на них ответить, уделить, соответственно, время и сделать новый сюжет, вот, да, верно, я теперь буду их делать чаще, потому что иногда проще, вот, как-то, так, вот эту проблему какую-то обсудить, чем каждому ВКонтакте общаться и рассказывать, лучше рассказать сразу довольно большому количеству людей, вот, ну, тогда на сегодня все, ставьте лайки, если вас не шокировала вот эта стена, не не крашеная, ну, и пыль там на полках, если тоже, как бы не сильно шокировала, вот, если шокировала, если это просто пипец, то дизлайк, игнор, бан, и прочее, вот, ну, собственно, все, давайте, до новых встреч, с вами был Андрей Финаш,